Добрый день, дорогие коллеги! Я рада всех вас еще раз приветствовать! Меня зовут Марина Козекина, я региональный менеджер по продажам в Саратове и Саратовской области, и я передаю слово буквально с первых минут нашему первому спикеру, который посвятит вас в индустрию и в тонкости бизнеса с Арифлэйм, это старший директор из Саратова Лилия Донского. Лилечка, передаю тебе слово. И я расскажу вам очень интересный материал, особенно который полезен для новичков. И прежде чем приступить, я хотела бы у вас спросить, скажите, пожалуйста, есть у нас в комнате сегодня новички, то есть люди уровня от 0 до 3%? Поставьте в чате, пожалуйста, если вы есть, пятерочки прям себе, потому что я считаю, что человек, который решился взяться за такое дело, интересное, творческое, необычное, вы очень рисковый человек, и вы рискуете стать богатыми, имейте в виду. И прежде чем приступить к этому делу, однозначно нужно сначала подготовиться, потому что, как говорится, чтобы осуществилось что-то огромное, что-то классное, такое желанное, нужно к этому немножечко подготовиться. Согласны со мной? И нашей подготовкой с вами будут ваши мечты. Ребят, ну согласитесь, что ни одно дело не может хорошо делаться без мечты. Если нет цели, если нет чего-то такого объемного, классного, чего хочется достичь, то откуда вы возьмете энергию, чтобы двигаться к этому? Согласны со мной? И напишите, пожалуйста, в чате, о чем же вы мечтаете. Может быть, это шикарный автомобиль, или отдых с семьей пять раз в год на самых лучших курортах мира, путешествия без границ. Или это собственный дом, или это свобода выбора. Что вас вдохновляет? Что вам нужно дать для исполнения мечты? Для исполнения мечты нужны некоторые составляющие. Первое – это надежный партнер, и он у нас с вами есть, это компания «Арифлейм». Собственный бизнес, который возможен с легким стартом, без инвестиций, то есть без капиталовложений. Качественная продукция по доступным ценам. Подтвержденным временем план успеха, который я вот просто обожаю, рекомендую всем, конечно же, план успеха изучить основательно. Программы, поддержки, обучение и проверенная успешным опытом система. Так, встаю чат. Ой, какие у вас классные мечты. Ребят, а вы заметили, что у людей мечты очень похожи? Я бы ее, знаете, в такой вот резюме бы сделала, что я мечтаю никогда не смотреть на ценники, да, чтобы покупать все, что я хочу для себя, для своей семьи, все удовольствия и все радости нашей жизни. И для того, чтобы отправиться в это путешествие, чтобы приблизить свою… Ой, для чего вы отправились в путешествие? Да, чтобы приблизить свою мечту, повысить доход, построить будущее для своей семьи, для своих деток, начать собственный бизнес. Вы знаете, я вот просто по себе расскажу, раньше все время мечтала о своем бизнесе. Но так как финансов не было, я понимала, что это невозможно. И когда я встретилась с компанией Reflame, я поняла, что вот он, этот шанс. Он пришел, потому что я действительно хотела, чтобы получить свободу, свободу действий, возможность путешествовать, развиваться на личностном и профессиональных уровнях и получать признание. Ребята, кто любит получать признание? Чтобы вас хвалили, чтобы вас вызывали на сцену, вручали вам цветы, грамоты, премии дополнительные. Да, наверное, редкий человек, который любит оставаться в тени и откажется от таких удовольствий. И мы предлагаем лучший доход. Существует два варианта дохода. Это линейный и остаточный. Кто из вас хоть раз работал по найму? Вы меня поймете. Ребята, линейный доход – это доход в виде зарплаты. Кто уже получал такой доход? Поставьте в чате восьмерочки. То есть вы выйдете на пенсию и будете получать пенсию, которую вы заработали. То есть мизерную пенсию. Она будет намного меньше, чем зарплата. И это самое обидное, что с возрастом мы тимбеляем здоровье. Выйдя на пенсию, мы получаем много свободного времени, а денег при этом нет. Это очень обидно. А мы предлагаем вам поучаствовать в программе выхода на пассивный доход. То есть после этапа роста бизнеса вы будете продолжать получать доход. Особенно на графиках это очень четко показано. То есть когда вы работаете по найму, зарплата растет, растет, растет. Выйдя на пенсию, она просто падает и всегда стабильно маленькая. У нас же мы начинаем с нуля, но зарплата каждый месяц растет, 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 поднимается. Вы знаете, в течение года можно выйти на доход 50, 100 тысяч. Только задумайтесь, да, какая это прекрасная выгода. И самое главное, что вы будете получать доход, даже если потом остановитесь и не будете работать. И сейчас самое классное время стартовать. Скажите мне, пожалуйста, сколько консультантов Арифлей вы встречали в жизни, в своей жизни? Прямо в чате напишите. Может быть, у вас кто-то из знакомых занимается. Может быть, на работе вы к вам приходили или кто-то из сотрудников занимался. Как много консультантов вы встречали? Напишите в чате. Обычно все говорят, уже все в Арифлейм. А скажите, а сколько человек вы знаете? Неужели всего 2 или 3 или 10? Наверняка у вас знакомых соберется примерно человек 300-500 по статистике у взрослого человека как минимум столько знакомых. А вы знаете всего лишь максимум 10 человек, максимальную цифру написали. Я вам хочу показать такую статистику, которая просто открывает нам такие горизонты умопомрачительные. Я бы по-другому не сказала. Вот смотрите, мы сейчас говорим о Саратове и Саратовской области. Но в принципе ситуация очень похожа во всех регионах. Итак, внимание на экран. В Саратове и Саратовской области всего 2583 человека проживает. Ой, 2 583 808 людей. А на одного консультанта приходится 186 человек. Ребята, только задумайтесь. Вот вы обслуживаете 186 человек. Если у вас столько клиентов, напишите в чате. Скорее всего нет. Я, например, веду очень активную работу с клиентской базой. Но я могу сказать, что у меня наберется, ну может быть, да, вот так, если всех-всех-всех, даже кто там разовые заказики делает, ну человек 30-40. Потому что я очень активная. И в Саратове, и в Саратской области на сегодняшний момент всего 54 директора. Вы можете себе представить, сколько у нас может быть директоров? Ну как минимум человек 300. Как минимум 300. А представляете, да, если смотреть в масштабах страны, а если заглядывать на масштабы мира, то здесь вообще оказывается у нас с вами такие огромные горизонты открываются. Спросите себя, а все ли мои знакомые регулярно видят каталог Арифлейн. Честно скажите. Вот кто уже некоторое время работает в проекте с компанией Арифлейн, скажите. Все-все-все прям ваши знакомые видели каталог Арифлейн. Скорее всего, нет. Ребят, ну подумайте, а кто им покажет, если не вы? Если не вы, то кто? У нас с вами есть несколько видов дохода. Немедленная прибыль, объемная скидка, бонусы и денежные премии. И давайте об этом поговорим более подробно. Что такое немедленная прибыль? Она составляет 25%. То есть, приеду маленький пример. Возьмем с вами мой любимый набор на Вэйдж. Кто пробовал, можете написать свой отзыв. Я в восторге от этого набора. Я, кстати, предложила, по моей рекомендации купили 4 таких набора. Потому что я дала попробовать, рассказала свои впечатления, показала, что с моим лицом произошло за время применения. И, кстати, эффект продолжает работать. То есть, не то, что я закончила и все кончилось. Включились процессы внутренние, и кожа с каждым днем становится еще лучше. Вот посмотрите на слайд. Если мы с вами возьмем цену каталога, то за весь набор она составляет 5800 рублей. Отнимаем 20%. Это наша с вами скидка. Получается, 1160 рублей – это немедленная торговая прибыль. Ребята, скажите, пожалуйста, вам не помешали бы такие денежки, если бы вы поговорили с человеком, минут 30, пообщались, рассказали о новой серии, он вам сделал заказ, и вы заработали на этом 1160 рублей. Кому бы пригодились такие денежки? Куда бы вы их потратили? Подумайте. На такие деньги можно уже и кофточку купить, даже босоножечки, или новую сумочку. А может быть, побаловать себя и что-то заказать из каталога Арифлейм, потому что так хочется, особенно в начале, все-все-все перепробовать. Да, то есть цена у нас по прайсу составляет 4600 рублей. Эти денежки мы отдаем компании. Понятен пример? Поставьте плюсики в чате. Конечно, пригодились бы. Ну, смотрите, друзья мои, мы с вами говорим о том, что мы пришли сюда не просто заработать 1000 рублей, 2 или 3, да, скорее всего, вы хотите зарабатывать несколько больше. А напишите, пожалуйста, в чате, сколько вот вы бы хотели зарабатывать, какая сумма вас вдохновляет. То есть она прям, вы думаете, вот если бы я зарабатывала там 50 тысяч, в моей жизни бы все было бы в шоколаде. Какая сумма вас интересует? Вот смотрите, если вы будете работать с каталогами, то вы можете по этому графику увидеть, что вы можете уже в первый день заработать какую-то сумму денег уже разную. Это может быть 1000 рублей, может быть 2. Но когда вы наберете клиентскую базу, то есть в каталогах каталог ваша прибыль будет, в принципе, оставаться одна и та же. Наверное, это вас не очень устраивает. А если вы будете заниматься построением команды, то вы видите зеленый график. У нас получается, начинаем с нуля, доход маленький. В первом месяце вы, может быть, всего 100-200 рублей, может быть, до 600 рублей заработаете, немножко. Но ваш доход будет стремительно расти вверх. Какой график вам больше нравится? Какой вариант дохода? Скорее всего, спонсирование. Правильно я вас понимаю? Я сама когда поняла, насколько выгодно приглашать людей, что у нас в сутках всего 24 часа, и это нереально столько продавать, чтобы зарабатывать 100-200 тысяч. Это просто нереально. Поэтому я подумала, что нужно разобраться и научиться спонсировать людей. И так, что же нужно делать? Нужно пригласить всего 5 человек и научить их делать то же самое. Смотрите, например, на слайде. То есть первый рисунок, вы пригласили 5 друзей, и все вместе взяли себе, например, по набору на вейдж или коллаген, да, сделали какую-то закупочку для себя и своих близких. Вы выйдете на уровень менеджер 9%, и доход ваш составит 2660 рублей. Посмотрим второй вариант, что ваши друзья тоже пригласили по 5 друзей. Что получается? Каждый сделает покупочки, то есть никто никому ничего не продает. Берем себе, родни, подружкам, понемножечку все заказывают, и в результате получаются такие, да, уже приличные суммы. Вы выходите на уровень менеджера 15%, и ваш доход уже составляет 7360 рублей. Учитывайте, что деньги, о которых мы с вами говорим, доходы, вы их будете получать за 3 недели. То есть в месяц это уже будет порядка 10 тысяч зарплата. Ребята, вот если честно, я знаю многих людей, которые ходят каждый день на работу, каждый день и зарабатывают примерно 10-12 тысяч. Наверняка у вас тоже есть такие знакомые. А здесь получается, что вы просто рассказали информацию, да, людям это интересно, они сами пользуются, приглашают своих друзей, которым тоже интересно, и совершаются такие огромные товарообороты. Сейчас все понятно, поставьте пятерочки. И третий рисунок, когда уже друзья ваших друзей сделали ту же самую работу, и каждый пригласил по 5 человек, то вы выходите на уровень директор, уровень 22%. 37770 рублей будет ваш доход. Друзья, вот это, мне кажется, уже с этого момента становится все более интересно. Правильно? Поэтому нужно понять простой принцип. Пользуемся продукцией сами, рассказываем своим друзьям, как классно выглядеть, да, быть, еще и зарабатывать, и учим их, чтобы они рассказывали своим друзьям. Все, три вещи. Пользуемся, да, приглашаем, и учим приглашать и пользоваться. Мне кажется, это самый гениальный бизнес, самый простой и самый классный. Обратите внимание, чем больше команда, тем больше ваш доход. Вот сравните, доход обычного консультанта, который сделал какую-то продажу примерно на 4000 рублей по ценам каталога, он заработает всего 860 рублей. А доход директора, который, в принципе, тратит столько же времени, да, может быть, чуть-чуть побольше, он не продает, он рекомендует, он приглашает, он обучает партнеров. Зарплата его гораздо больше, в несколько раз. Поэтому я предлагаю стремиться быстрее выйти на уровень директора. И вы знаете, а в Reflame лучше всего работают истории. Чтобы пригласить человека на встречу, нужно рассказать ему какую-то замечательную историю. И вам нужно историю эту просто создать. Она должна быть очень короткая, такая, чтобы вы могли ее быстренько проговорить в лифте. Или если вы вдруг с кем-то столкнулись на улице, в транспорте. То есть маленькая, одна минутная презентация, которая в себе содержит интригу обязательно, да, такая, чтобы была зацепка, чтобы человек захотел узнать больше. Потому что, согласитесь, рассказать все вот так вот в лифте за одну минуту нереально. Но вы должны рассказать достаточно информации, чтобы человек захотел встретиться с вами и еще послушать 30-минутную презентацию. Как делаю я? Поделюсь с вами немножко своим опытом. Я работаю сейчас онлайн, в основном в интернете. Но я никогда, еще раз говорю, я никогда не упускаю возможности пообщаться с людьми вживую. Честное слово, мне это очень нравится. Просто я получаю от этого удовольствие. Я буквально сейчас была у Зубнова, у меня немножко анестезия даже не отошла. Я умудрилась у Зубнова познакомиться с девушкой, да, и заинтриговала ее, и мы договорились с ней созвониться, что встретимся уже онлайн. Как я это делаю? Я сначала просто знакомлюсь с человеком, если это незнакомый, абсолютный человек, да, делаю какой-то комплимент. Если он мне нравится, естественно, человек, я делаю какой-то комплимент. Прически, или какие у вас красивые глаза, или какой у вас шикарный шарфик, так подчеркивает цвет ваших глаз. То есть что угодно, маленькая зацепочка. Потом я, ну, несколько минуток общаюсь, даже не минуток, а несколько вопросов буквально, таких присоединения, что, а вы тоже, да, здесь по делу, или с кем-то пришли. Вот. А потом я спрашиваю, как дела у вас, да, говорят, кризис на улице. Как у вас обстановка? Люди говорят, да, все не очень хорошо, вы прям с трудом, с криким. Я говорю, а вас интересует возможность дополнительного дохода. Мне кажется, вы такой интересный человек, я бы с удовольствием хотела с вами поделиться одним интересным предложением, тем, чем занимаюсь сама. Если человек говорит, да, можно было бы послушать, то следующий мой шаг, я просто говорю, давайте обменяемся контактами. Я вам позвоню, потому что сейчас неудобно, и мне нужно вам будет показать кое-какие материалы, чтобы вы поняли суть дела. Обмениваемся контактами, а потом созваниваемся. Ребят, понятно, поставьте плюсики. То есть маленькая-маленькая должна быть интрига, да, выяснить надо ли человеку доход интересует или нет. Если да, то обмениваемся контактами, а потом уже смотрите, или на презентацию к менеджеру, к своему приглашаете, или если вы в интернете работаете, то приглашаете на презентацию в интернете, и уже человек все слушает и так далее. Ребят, да, такой лозунг классный. Вы находитесь в нужное время, в нужном месте, да, или вы в правильном месте, в правильное время. Потому что действительно сейчас, наверное, я не побоюсь такого слова сказать, что у Арифлейм сейчас самое мощное время развития за всю историю Арифлейм. Арифлейм. И посмотрите на факты, которые говорят об этом. Прямые продажи, прямые продажи на сегодняшний момент развиваются семимильными шагами. Вы видите на слайде, да, сколько миллиардов, рост, да, за год рост составил 8,1%, в то время, как прямые продажи, обычный линейный бизнес, он наоборот падает, продажи падают. А в сетевом маркетинге, в прямых продажах все процветает. И вот посмотрите сравнение. Вот буквально 15 лет назад, да, что происходило в обычном бизнесе и в прямых продажах, мы буквально опережали прямо на 1%, 1,2%. 10 лет назад ситуация поменялась, уже почти 3,5% опережения. 5 лет назад, да, ситуация практически такая. И год назад, посмотрите, что произошло. Просто взрыв, да, вот в сетевом бизнесе произошел просто взрыв. То есть магазины просели, люди с удовольствием идут в интернет, да, как получилось, и делают покупочки через интернет. И люди стали понимать, что на сегодняшний момент более, как сказать, гарантия качества именно у сетевых компаний. То, что человек знает, что он не нарвется на подделку, а это очень важно, особенно, когда мы уже становимся мамочками, думаем о себе, о своем здоровье, о детях, чтобы их хорошими средствами купать, мыть, дочистить зубки. посмотрите глобально, вот просто глобально на то, что происходит в мире, международный объем продаж. То есть мы почему-то думали, что в России, да, вот это все идет таким бурными темпами. Оказывается, далеко не в России. Европа 16%, Северная и Южная Америка 40%, Африка, Ближний Восток и Азия 1% всего, и Азия, Тихий океан 44%. Представляете, как распределилось все? Ну и на другом слайде показано уже более так разбито по странам. Индустрия прямых продаж. Обратите внимание, что на косметику, косметические средства и велнес приходят и самые большие объемы. Ребят, и у нас это есть. Самое интересное, я сейчас вам скажу одну цифру, которая меня просто порадовала. Я поняла, что мы в таком тренде находимся. Ну, знаете, только мечтать о таком можно. За последнее время именно запросы на приобретение средств по уходу за кожей лица выросли на 65%. Представляете, 65%! Это же просто обалдеть можно. Ребят, нам есть что предложить женщинам, девушкам, девочкам-подросткам, мужчинам? Конечно, есть. Я говорю, мы в тренде. И продукты категории велнес тоже очень радуют, потому что люди начали меняться. в принципе, у россиян, я не буду говорить за другие страны, я скажу за россиян, не развита вот эта культура правильного питания. Да, у нас не принято пить витамины, дополнительное питание. спасибо за подсказку за последние 5 лет. И знаете, очень радует, что ситуация меняется, что люди задумались о том, что мы кушаем, да, как мы будем выглядеть, какое будет наше здоровье через 5 лет, через 10. И я просто радуюсь, вот в моей команде велнес составил почти что 25% по моему в прошлом каталоге. У нас был очень мощный взлет в такой спрос на велнес. Это просто очень порадовало. Давайте с вами сравним, вот где выгоднее делать покупки. Вот смотрите, первый вариант, это когда производитель отдает продукцию в магазин, то здесь идет череда таких составляющих накруток. это оптовики, разные инстанции, которые налоги берут с частных предпринимателей, да, нужно зарплату платить всем, рекламу нужно давать, чтобы пошли люди, аренду оплачивать. И такие огромные расходы, что когда покупатель приходит, он платит за баночку 75 евро. Представляете, когда в прямом нашем бизнесе, да, в прямых продажах покупки с Арифлейм становятся очень простыми, то есть производитель отдает консультанту напрямую, консультант или использует сам, или отдает покупателю. Я еще всегда говорю, что это такой процесс, когда от сердца к сердцу передается продукция. То есть мы даем персональную консультацию людям, и они делают свой выбор на основании своих выводов. Смотрите, выгода более чем в два раза. Естественно, да, можно сэкономить свои деньги, лучше их сэкономить, потому что сэкономленные деньги – это тоже заработанные нами с вами денежки. Потребительская ценность, когда мы совершаем покупки напрямую. Вот смотрите, по статистике не только это связано с косметикой и уходом за телом, это связано вообще со всем. 92% людей делают покупки на основании рекомендаций друзей. Вспомните сами, вот если вы выбираете на какой сходить фильм, наверняка кто-то порекомендовал и вы решили именно на него сходить. Или куда съездить отдохнуть? Друзья рассказали, хорошо, мы тоже туда поедем, потому что им понравилось. Правильно? То же самое здесь. Ребята, если мы с вами будем рассказывать о том, что мы пользуемся, нам нравится, у нас вот такие результаты, если мы даем попробовать, у меня всегда с собой продукция, если я вам дам попробовать этот крем, вы в него влюбитесь раз и навсегда, потому что он потрясающий. То есть люди будут совершать покупки, если вы им расскажете, что у вас это можно заказать. Кто вас будет поддерживать? Ребята, путь к вершине, он очень интересный. Знаете, как говорит мой спонсор, когда поднимаешься выше, от земли выше в гору, воздух чище, травка зеленее, птички поют звонче, чем выше поднимаешься, тем жизнь интереснее. Так вот, смотрите, ваш путь будет очень классным, потому что вас будет поддерживать команда, ваш спонсор, продукция, самая лучшая, которую изготавливает компания Арифлейм. И также, когда вы подниметесь на уровень менеджера, это все будет продолжаться, то есть, чем вы выше идете, тем интереснее, больше общения с командой. также, это наш план успеха, вам, как говорится, вам в помощь, Академия Арифлейм. Каждый из вас может зайти в личный кабинет на сайте Арифлейм и пройти совершенно доступное и очень интересное обучение. Оно, мне кажется, доступно даже детям, потому что все понятно и так разложено, и самое главное, оно так оригинально сделано, что просто невозможно остановиться. Также, это рекрутинговые компании, наши специальные мобильные бизнес-предложения, приложения, которые помогают нам смотреть, что происходит с командой, быстро делать коммуникации с командой и современные инструменты для развития бизнеса. Вы готовы действовать? Вопрос ко всем. Прям плюсики ставьте, пятерочки. В такой команде, как говорится, горы по плечу, а море по колено. Большой успех – это большая команда. И, конечно же, да, нам нужно поставить перед собой задачу разговаривать с тремя людьми ежедневно. Кто делает это, ребят? Каждый день всего с тремя людьми. У каждого четкие роли и обязанности на каждом уровне, когда вы идете от консультанта до менеджера и директора четкие роли. Встреча возможностей «Орифлейм» проводится сначала для вас, ее проводит ваш менеджер, ваш спонсор. Вы учитесь, сникаете, разбираетесь, потом вы будете проводить такие встречи сами. Обязательно после того, как люди приняли решение сотрудничать с вами, проведите успешный старт, чтобы они включились, чтобы они поняли, с чего начинать, получили четкие, качественные инструкции. Собирайте свою ключевую команду и вместе ставьте цели и планируйте результат. Важный навык успешного консультанта это каждый день трем новым людям рассказывать об «Орифлейм». Вы знаете, мне повезло, я в своей жизни на одном из семинаров в Москве встретила Томилу Полежаеву. Ребята, если вы еще не знакомы с ней по видео, по книгам, то обязательно найдите в Ютубе информацию. Посмотрите, это была просто потрясающая женщина. Для меня это кумир, это лидер, на которого я стараюсь быть похожа. И однажды у меня была возможность с ней поговорить всего несколько минуток. Я к ней подошла и самый главный вопрос, я спросила, как? как этого достичь, как быстро расти по карьерной лестнице? Она мне сказала, секрет успеха прост, всего три чашечки чая в день с разными людьми. Единственное, говорит, на фигурке отражается, ну, может быть, да, лишние килограммчики, но результат зато потрясающий. Самое главное, что это должно быть три разных человека. Если вы будете каждый день с одними и теми больше пить, толку от этого не будет. Показывайте каталоги, приглашайте на встречу и делитесь личным опытом и показывайте свой пример. Какой же у нас с вами ключевой инструмент? Ребята, это список имен, это источник людей, которым вы расскажете об Арифлее. Что же это такое? Это персональная база, универсальный инструмент, неиссякаемый источник приглашений и инструмент для планирования встреч, учета и статистики. Вы можете ввести его как в бумажной тетрадке, так и в электронном виде. Главное, чтобы он у вас всегда был под рукой. Итак, как же его написать, этот список имен? Ну, у меня к вам вопрос, ребят, у кого он написан? Поставьте в чате себе пятерочки, кто уже справился с этой задачей. Сначала мы начинаем описывать теплые контакты, то есть мы перечисляем родственников, сестер, братьев, потом подружек, с кем учились, с кем дружились. Также у нас могут быть холодные контакты и контакты онлайн. Давайте разберем, что такое теплые контакты. Ну, вы видите сами, да, прямо на слайде все расписано, берите себе и переписывайте, потому что, чтобы никого не забыть, лучше делать по категориям. Например, взяли родственники, всех переписали, друзья, всех переписали. Самое главное, не решайте за людей, а пишите всех, всех, всех подряд. Это также и соседи, коллеги по работе и рекомендации знакомых. есть готовая база, да, которая уже забита в телефоне. Мы можем полистать фотоальбомы, посмотреть в одноклассниках, да, кто у нас такие вот наши сохранились контакты, однокурсники, с кем учились, с кем проходили какие-то курсы, может быть, вышивание, массаж, парикмахерские. То есть, ребят, у каждого из вас есть какой-то круг общения, да, круг своей вот жизни, где вы вращаетесь. И обязательно там есть люди. Если у вас есть детки, значит, вы ходите с ними в какие-то такие школы, развивайки разные, да, там, тренировки, куда-нибудь на секции водите. Посмотрите, ведь там же есть люди, их тоже можно будет пригласить. И это сфера обслуживания. Наши зубные, парикмахеры, да, поликлиника, магазины, библиотека, прачка, аптека, почта, мастерская, ателье, кафе и так далее и тому подобное. Записали? Как минимум по 30 имен у вас будет в каждой группе. Ну, конечно, где знакомые, там будет их намного больше однозначно. Холодные контакты. Вот смотрите, есть, это как, если вы вообще с человеком раньше не были знакомы, то есть понравился вам человек, знакомьтесь. Да, можно раздавать каталоги, проводить соцопросы. Мы, кстати, вот с командой раньше работали именно методом соцопросов. Нам очень нравилось, потому что люди очень теплые, останавливаются, с удовольствием общаются, оставляют телефоны свои. То есть у нас команда выстроилась реально на промо-стойке, создали свою команду. Мы давали тестировать продукцию, парфюмы, кремы, то, что можно быстро продегустировать, можно это взять с собой и давать людям пробовать и брать обратную связь. Самое главное, чтобы потом можно было созвониться и встретиться с человеком. Где можно вот такие набирать холодные контакты? Ребята, где угодно. В офисе, в торговых центрах, в институтах, университетах, на городских мероприятиях, то есть везде, где вы можете быть. Мы вот летом всегда на велопробегах участвуем. У нас семья такая спортивная, мы с велопробегов обязательно приносим несколько контактов. Обязательно там знакомимся, обмениваемся с телефончиками, потому что общие интересы у нас появляются с людьми и легко продолжить общение. Есть у нас также с вами возможность завязать отношения с человеком онлайн, на дружбу. Я знаю, что некоторые люди даже замуж выходят, пообщавшись виртуально, потом женятся. А уж просто познакомиться и пригласить человека в бизнес, так это вообще легко, правильно? Будьте активным пользователем, выкладывайте все время интересные фотографии, фотографируйте свою жизнь, то есть брендируйте себя, где вы бываете, дома, с детишками, если есть домашние животные, то есть все время, чтобы ваша лента была наполнена чем-то интересным событиями. Собирайте лайки, просите вашу команду, если вы в интернете работаете, чтобы они вам тоже ставили лайки, потому что это привлекает внимание. Участвуйте в дискуссиях, пишите комментарии, если вам что-то понравилось, напишите комментарии, и можете там приложить еще свой блог, если у вас есть, или сайт, чтобы человек мог перейти посмотреть, что вы предлагаете. Будьте креативны, творческий подход используйте, организуйте разные опросники, они очень хорошо, кстати, работают, конкурс, великолепно, люди любят что-то получать, как говорится, на халяву, и это привлекает много внимания. Все время просматривайте базу друзей. То есть, ребята, это то же самое, что работать со списком знакомых только в интернете. У ваших друзей куча друзей, можно с ними перезнакомиться, сказать, что я тебе пишу, потому что я вижу, ты в друзьях у Маши, а Маша моя подруга, давай с тобой тоже дружить. Все, подружились, уже такой человек вас не забанит, не добавит черный список, согласны? И приглашайте друзей, чтобы у вас становилась больше и больше подписная база. Как работать еще в интернете статусами? Можно ставить интересные статусы, привлекательные, но самое главное, ребят, сохраняйте интригу. То есть, не надо сразу там, я зову Арифлейм, не пойдут. А если вы напишите, что работа или подработка в интернете, у кого есть 2-3 часа свободного времени, пишите, поделюсь информацией или гибкий график. То есть, вы берете небольшие, коротенькие тексты. Самое главное, не пишите вот такие вот тексты огромные, люди их не читают. Это маленькие, 2-3 строчки, что-то такое динамичное, яркое, да, чтобы впечатление сложилось такое хорошее. Когда вы предлагаете дружбу, поблагодарите человека, что он принял вашу заявку, друзья, и тут же напишите, что я хотела предложить вам возможность дополнительного заработка. в известной на рынке компании, работа в команде при необходимости обучения. Пожалуйста, ответьте, если вам это интересно. Я обычно пишу, если не интересно, да, если вам это не интересно, можете не отвечать просто. И все. никогда не решайте за других. Как мне мой спонсор сказал, когда я пыталась выбирать людей, кого вписывать, списывать, кого нет, он мне сказал, а ты что, бог? Какое ты имеешь право решать за людей? Я говорю, ну нет, я не бог, но я же знаю, он, откуда ты знаешь? Я вам сейчас пример маленький приведу. Вот я одну девочку не хотела позвать. Я говорю, она работает на железной дороге, у нее маленькая дочка трехлетняя, одна дома сидит, и она с работы бегает на обед ее покормить, посмотреть, как она там. Вечером бежит домой, когда ей этим заниматься. И он мне сказал, ты только подумай, неужели она всю жизнь так будет бегать и нервничать, где ее ребенок, а потом школа начнется, кружки разные нужно водить ребенка, где она на это возьмет время. Может быть, ей больше всех нужна такая работа, как ты можешь решать за нее. И знаете, что самое интересное, она действительно согласилась, эта девочка, когда провели презентацию, она сначала наотрезвое отказалась, когда увидела, что это Арифлейм, офис, она говорит, я не ожидала, что Арифлейм, мне это неинтересно. А потом, когда она прослушала презентацию, она так загорелась, вы даже не представляете. Не решайте за людей. Я думаю, вы слайд уже прочитали, не буду пересказывать все. Смотрите, есть формула успеха. Подберете 30 имен, составляете список, сегодня составили, сделайте 3 звонка. Ребят, всего 3 звонка, можно это сделать? Коротенькие, маленькие звонки, на которых вы не будете рассказывать презентацию, ваша задача только выяснить, нужно ли человеку доход и пригласить его на презентацию. Кто может, поставьте в чате восклицательные знаки. Формула успеха такая, если каждый день у вас будет 30 имен, то у вас дописано, то гарантированно у вас будет 3 контакта в день, без проблем. И это поможет вам выстроить огромную команду. Будет постоянное пополнение людей. И список тоже нужно постоянно пополнять, вспоминать людей, дописывать. Как с ними работать со списком? Смотрите, вы вносите минимум по 30 человек каждую неделю. Вносите комментарии и результаты встреч. То есть оставляете место, чтобы дописать, до чего вы договорились, потому что вы потом забудете, представляете, там пройдет полгода, ой, о чем же мы говорили, даже не помню. Понимаете, даже если человек первый раз скажет нет, второй раз он уже задумается, а третий раз он скажет, да, ты что мне раньше не сказал, что здесь так круто. То есть с нашими знакомыми нужно делать несколько касаний. То есть бывает такое, что не с первого раза они нас слышат. Делайте по 3 звонка в день, все фиксируйте. Показывайте каталоги, приглашайте на встречу и дело пойдет. Так, приглашаем людей. Каким образом? Смотрите, нужно сначала пригласить фразу для приглашения. То есть мы делим людей по группам, да, по интересам, да, может быть, кто-то очень любит косметику, кто-то очень любит деньги, кто-то любит путешествовать, кто-то любит наряды красивые. К чему я говорю это? Красивые наряды, где можно демонстрировать? Больше всего в Орифлейм. Я больше нигде не видела, где можно так много раз в году одеваться сногсшибательно, на банкет, на конференцию, на наши, где в филиалах проходят мероприятия. Столько нарядов, столько причесок за год делаешь, столько фотографий потрясающих, да, где такое еще может быть. То есть, обязательно перед тем, как вы звоните, создайте настроение, улыбка, не просто натянутая такая, а улыбка внутри, откиньте все, что у вас там в голове, весь мусор, все проблемы. В данный момент вы должны просто позвонить от души с удовольствием человеку. поздоровайтесь, спросите, удобно ли говорить, если неудобно, то спросите, когда перезвонить, запишите, чтобы не забыть, предупредите, что вы звоните на одну минуту по делу, чтобы ваш разговор по привычке не перешел к болтовню. То есть, я звоню таким образом, например, привет, Маша, я звоню на одну минутку, ты можешь говорить сейчас, я по делу? Маша говорит, да, и все, я продолжаю. Я говорю, Маша, я хотела тебя спросить, тебе деньги нужны, интересует дополнительный доход? Маша говорит, а что нужно делать, а с чем это связано? Я говорю, Маша, давай с тобой договоримся, тебе как удобнее где-то в интернете связаться, потому что мне надо тебе показать материалы или лично встретимся, как тебе удобнее, можно скайпе созвониться, можно личную встречу. Все, она выбирает, и уже исходя из этого, мы встречаемся и проводим презентацию. Если вы договорились о встрече, то, ребята, вам обязательно нужно с человеком будет созвониться и наполнить или смс-ку отправить, потому что может закрутиться и забыть, что он с вами договорился. Если человек говорит, ну нет, мне не надо, мне некуда, знаешь, у меня сейчас полно работы, тут же спросите, а может быть, ты знаешь кого-то, кому нужны деньги? Понятно, да? То есть никогда не отпускайте человека просто так, наверняка у него кто-то хоть есть, кто остался сейчас без работы. Ребят, такой кризис на дворе происходит, люди теряют зарплату, теряют работу, кому-то урезают доход. Предлагайте всем, для нас с вами кризис – это пора самого быстрого карьерного роста. Какие фразы для приглашения мы используем? Можете себе скрин сделать вот этого слайда? Ребят, перечислять не буду, главное – создать интригу. Просто, если вы будете всем в лоб говорить, что это Арифлейм, не будут люди идти, потому что у них записан тут свой фильм про Арифлейм, и он не всегда хороший. Обычно он связан с распространением продукции, с тем, что нужно бегать с каталогами. И люди не знают, что у Арифлейм такие огромные возможности. Так вот, поэтому мы об этом сразу говорить не будем. Договорились? Всегда спрашивайте рекомендации. Не забывайте, 75% новых контактов будут друзья ваших друзей. Итак, продолжаем дальше. Какие же роли и обязанности у нас с вами? Если вы консультант от 0 до 6%, что вы делаете? Каталоги показываем, приглашаем наших знакомых или малознакомых людей на встречу, на бизнес-встречу, на презентацию или онлайн, или в офис, или в кафе, где вы договоритесь, чтобы ваш менеджер, ваш наставник проводит эту презентацию. И ваша задача, ребят, обязательно посещать семинары, тренинги, мероприятия. Если вы заметили, то тут вот перед каждым стоит первое слово, начинается с буквы П. И мы называем это правило трех П. Показывать, приглашать и посещать. То есть применять продукцию, приглашать людей постоянно и обучаться. Когда вы станете менеджером, ваша функциональная обязанность немножечко расширяется. То есть вы также продолжаете приглашать людей, показывать каталогию все равно и помогаете уже своим партнерам проводить для них бизнес-встречи и развиваете свою ключевую команду. То есть вы уже тут и планерки проводите, и семинары сами проводите. То есть уже функции становятся чуть побольше. Почему это будет легко для вас? Потому что вы много раз это прослушаете, пока будете идти до уровня менеджер от своего спонсора. Понятно, да? Когда вы станете директором, ребят, то же самое. У меня сейчас уровень, да, уже директор, старший директор закрытой квалификации и открытая старший золотой. Ребят, я каждый день рекрутирую, я каждый день ищу новых людей, новых ключевых партнеров, новых людей, которым будет интересна продукция. Я никогда не останавливаюсь, потому что я знаю, что чем больше людей я приглашу, тем более высокого уровня я достигну. Уже здесь мы обучаем и развиваем лидеров. Ставим цели не только для себя, а мы уже для них ставим цели, да, обсуждая их, договариваясь, чтобы наши цели, наша скорость движения совпадала. И обязательно отслеживаем результат, то есть такая статистика каждый день, да, сводки. Вот у нас в команде так принято. Мы каждый день делаем сводку сколько прирост, сколько новых партнеров, сколько рекрутов, сколько кюрекрутов. И по командам, по каждой команде, у кого больше прирост, идет соревнование, и все хотят быть на первом месте, это, знаете, как говорится, мотивация сбоку. Да, это очень здорово, таким образом отслеживая результаты, не просто их себе на бумажечку записали и спрятали, а надо показывать, что так, все, чтобы все видели, что мы растем, что у нас получается, что мы лучшие. Как подготовиться к роли менеджера? Ребят, ну, знаете, есть такая приговорка, если вот взять банку с солеными огурцами и свежий огурчик, чтобы он стал соленый, его надо погрузить в банку с солеными огурцами, через 2-3 дня он будет точно такой же, согласны? То же самое у нас, ребята, нужно учиться жить ценностями компании Reflame, нужно погрузиться в эту среду, нужно общаться со спонсорами как можно чаще, посещать все мероприятия, семинары, читать нужные книги и, конечно же, быть частью команды, то есть не быть где-то на задворках, а быть именно частью команды. Я вчера тоже приведу пример, девочка одна говорит, ну почему у меня не получается? То есть под ней огромная ветка, 18%, а она никак не может свою команду создать. Я ей сказала просто, говорю, знаешь, мне кажется, у тебя все получится после того, как ты войдешь в команду, потому что ты где-то отдельно, ты не посещаешь, ты не участвуешь, тебя нет в чатах, ты нигде не пишешь, ты не делишься, ты не читаешь, что происходит в команде, ты не ходишь на наши праздники, которые мы организуем в банкете. Я говорю, ты понимаешь, мы соленые огурчики, а ты лежишь и смотришь на нас и говоришь, хочу быть соленым огурчиком, но почему у меня не получается? Я говорю, прыгай в банку, у тебя все получится. Надеюсь, вам этот пример тоже пригодится. Приглашайте людей всегда. Ребят, не делайте больших перерывов. То есть нужно постоянно быть в тонусе, показывать пример команде. Учитесь сами проводить встречи возможностей Арифлейм, чтобы на уровне менеджера вы уже делали это как, знаете, от зубов, чтобы отскакивало. Развивайте ключевую команду. Так, помогайте своим людям, чтобы они тоже вливались в коллектив, давайте им маленькие задания, давайте им микрофон на планерке, чтобы они поделились чем-то, хвалите их, за все подряд хвалиться. Так, следующий раздел «Как происходит процесс рекрутирования?» Поиск, приглашение, проведение встречи возможностей Арифлейм, результат, и, да, у нас люди выбирают, они либо становятся потребителями, либо консультантами. Итак, как же провести презентацию возможностей? Ребят, в принципе, презентация, неважно, где вы ее проводите, в офисе, в кафе или по интернету, суть одна и та же. Суть одна и та же. Смотрите, структура презентации, да, основная часть, которая содержит основную информацию о компании, продукции, бизнес-возможностях, истории успеха, что легко воспользоваться этим бизнесом и что необходимо для роста в бизнесе. Что такое история? Вы знаете, эти истории, на них, скорее всего, на них именно и растут люди, на историях успеха, на историях, которые вдохновляют, на историях людей, которые похожи на них. Например, если вы учитель, да, вы педагог, и вы не верите, что у вас получится, а вам тут же рассказывают, а вот посмотри, я вам сейчас даже покажу, какие я инструменты использую в работе. Вот у меня такая стопка альбомчиков, фотография. Я, например, как делаю? Вот если я разговариваю с учителем, сейчас посмотрю, в каком это альбоме, да, вот в этом, я говорю, ну вот посмотри, вот эта девушка, вот видите, на фотографии, вот это, в голубом платьишке, это учитель, Аня Шапира из Барнаула. Она целый год тоже сомневалась и отказывалась, а потом приняла решение и за год стала соферовым директором. Понимаешь, говорю, это бизнес учителей, человек такой же, как ты, тоже с своими страхами, с своими сомнениями. И у меня вот практически вот в этих альбомах есть, ну, про разных людей, там мужчины, женщины, есть даже одна женщина, гастробайтер, с которой я познакомилась в Египте. То есть именно истории, да, они должны вот быть подобраны под конкретного человека, ведь вы вначале познакомитесь, вы узнаете, кто этот человек, да, сапожник или портной, соответственно, вы подберете ему такого же человека, поэтому с собой всегда носите мир Арифлейм. Да, познакомьтесь предварительно, кто там директора, откуда они, как они пришли, да, их история успеха. И тогда ваши кандидаты, они будут чувствовать, что у них тоже получится, но если у кого-то получилось, да, практически у такого же человека, как я, значит, у меня тоже все получится. Какие ошибки вам нужно избегать? Ну, ребята, это очень смешная тема, но реально слышала такие вещи, даже сталкивалась, когда люди начинают рассказывать слишком долгие истории, уже все спят, зевают, начинают смотреть на часы, а человек все рассказывает, и рассказывает какую-то непонятную историю. Или, если это трагическая история, пессимистическая, ее не надо рассказывать, да, если вызывает жалость, там, если вы чем-то рисковали, ой, у меня заболел там ребенок, и я вынуждена была. То есть, это не вынуждено, ребят, этот бизнес, он, да, к нему надо прийти с удовольствием, легко, классно, мистика, тогда человек слушает и говорит, вот его заливаешь, он вам, может быть, не скажет, но он подумает, ну и в раке, да, и не пойдет. То есть, история должна быть правдоподобная. То есть, лучше рассказывать реальные истории. Или Одиссея, что вот, я пришла в Reflame 20 лет назад, через 10 лет, в своих странствах, по разным семинарам, я все-таки вышла на уровень 12%, ребят, это Одиссея, она никому не интересна. Или спонтанная, да, история, что вы не подготовились и начинаете нести там, ну, бессвязный рассказ, что трудно вообще сосредоточиться, о чем речь, лучше тогда вообще ничего не рассказывать. Понятно, да, какие ошибочки? Поставьте плюсики. Ваша личная история, она должна быть маленькая и коротенькая. Например, я пришла в компанию к тому, что я захотела свое жилье, я поняла, что я могу здесь заработать себе на квартиру. И через год работы я вышла на уровень, да, через 4 месяца, ребят, через 4 месяца я вышла на уровень директора, быстро, легко, ребят, ничего сложного, знакомых позвала, они свои. А через год уже я купила свою квартиру, кстати, вот эту квартиру, в которой живу, это абсолютно реальная история. Это, да, классная моя и правдивая история. структура, да, представится, не нужно называть уровень. Кем я была, вот эта структура, знаете, когда она очень классно работает, когда у вас несколько человек, например, несколько консультантов, и пришли несколько гостей, вот чтобы перезнакомиться, каждый консультант по очереди представляется. мне зовут Маша Иванова, я была бухгалтером, а сейчас я менеджер стилового бизнеса. почему я сюда пришла? Да потому что я устала работать от зарплаты до зарплаты, потому что я так скучала по своему ребеночку, я его вообще не видела, потому что работа бухгалтера, это буквально или на работе сидеть с отчетами, когда отчетный период просто не вылазит, или домой тащить целую кипу бумажек. И я приняла решение попробовать. И буквально за полгода я уволилась с работы, потому что зарплата здесь стала такой же, как зарплата на основном месте работы была. То есть это пример, представление. Всегда давайте обратную связь и просите обратную связь. Естественно, приветствуются честные отзывы, вы с консультанами уважительно. Да, ребят, даже если вам может быть что-то не нравится, но уважайте человека, потому что он пришел со своим, что у него есть. Да, это его жизнь, это его моменты. Да, хорошие они или плохие, не вам решать. Да, обязательно акцентируйтесь на положительных моментах. Да, похваливайте, что вам нравится в человеке, что хорошо, что вы верите в него, что он очень похож на человека, как вы все представляли, вот прям такого встречи человека. То есть все должно быть, как говорится, конструктивно и позитивно. Итак, завершение встречи возможностей, как она проходит. Если новичок сказал «да», то это круто, да, мы его сразу приглашаем на успешный старт. Если же новичок сказал «нет», то вы все равно к нему относитесь, как к консультанту. Да, даже если он сказал «нет», все равно, если он не уходит, если он сидит, все равно слушает, ему понравились, может быть, ощущения, вы давали ему что-то попробовать, относитесь к нему так же, как к консультанту. То есть оставьте на успешный старт, пусть послушает, пусть сделает выводы. Бывает очень часто такое, что человек сначала становится потребителем, просто пользуется продукцией, а через какое-то время ему так все начинает нравиться, что он становится вашим ключевым партнером. Какие рекомендации? Ребят, ну вот смотрите, по завершению встречи односложные вопросы такие предполагают ответ «да» или «нет». То есть вы готовы попробовать? Да, да, то есть можно просто поднимать руки. Кто готов попробовать? Поднимите руку. Кому понравился этот парфюм? Поднимите руку. Кому вот это хочется сделать? Поднимите руку. То есть «да» или «нет». Обязательно укажите на преимущество, чтобы подчеркнуть, что человек, как будто бы он это сам решил. То есть я заметила, что вам нравится хорошо выглядеть, что вы хотите хорошо выглядеть. «да» или «я заметила, что вы заинтересованы в хороших заработках». «да» или «я заметила, что вы любите интересно проводить время». Да, то есть такие вопросы, когда человек говорит «да» или «нет». И волшебные слова. Итак, ребята, тем, кто хочет хорошо выглядеть, зарабатывать и при этом прекрасно проводить время, мы предлагаем прямо сейчас посетить специальный тренинг, который займет всего лишь 10-20 минут, и на котором вы узнаете все о том, как начать бизнес уже сегодня. Поднимите руки те, кого это интересует. Все подняли руки. Кто поднял руки, их проводите за столик, и проводите с ними успешный старт. Об этом вы узнаете у нас завтра, как сопровождать новичка, как проводить успешный старт. И также на наших школах вы узнаете еще больше подробностей о процессе рекрутирования, и так далее, и тому подобное. Давайте подведем итог. Что мы сегодня с вами прошли? Мы разобрали с вами, как идет процесс рекрутирования. Ребят, все понятно по этому вопросу? Список знакомых, холодный рынок, онлайн-контакты. Как проводить встречи, возможности Арифлейм, потому что это наш основной инструмент рекрутирования. Как проводить групповую встречу? Это, кстати, очень интересно, когда несколько человек ведут разные, да, с разного возраста, разных профессий. Индивидуальные встречи, возможности онлайн, другие типы встреч, и навыки презентации для начинающих. Напишите, пожалуйста, обратную связь. Что вам сегодня больше всего понравилось? Какие у вас осознания произошли? И что вы будете делать уже прямо сегодня? Я буду рада, что вы, если вы все напишете, благодарю вас всех за внимание, благодарю за активность. Вы такие прям сегодня, все позитивные, активные, не расходитесь. Сейчас буквально 5 минут еще будет выступление про нас, про наш филиал, и какое обучение вас всех ждет. Спасибо за внимание. Надеюсь, была вам полезна. Всего доброго. Дорогие друзья, спасибо, что вы были сегодня с нами. И мне бы хотелось сказать буквально несколько слов о завтрашней презентации, которая будет в 2 часа. Это будет продолжение тренинга «Экспрессом к мечте». И наш спикер – это Джамиля Горбатко, лидер, который уже закрыл в прошлом каталоге звание директора, и буквально совсем немного осталось, закрывает звание старшего директора и золотого директора. А я прощаюсь с вами до завтра, до новых встреч, и с удовольствием, с огромным приглашаю вас на наш семинар 19 апреля, который состоится не как вебинар, а как семинар оффлайн в 4 часа в банкетном зале «Делюкс» на Ильинской площади. И наши спикеры – это замечательные эксперты по продукции стран СНГ Светлана Назарова и Анастасия Фурка. И 28 апреля в 12 часов в новом бизнес-центре по адресу Большая Казачья, дом 33А состоится бизнес-день лидеров Саратова и Саратовской области. Я рада пригласить вас, и до встречи завтра на нашем вебинаре «Экспрессом к мечте. Продолжение сопровождения новичков». И мы с вами услышим Джамилю Горбатко. Запись будет. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok